всем привет друзья мои вы на канале улоплей меня зовут ульяна мы продолжаем играть стиларис у нас тут внезапно произошло восстание машин государстве дабас концерн очень подозрительно знаете ли это похоже ухты слушайте а вот прямо это восстали похоже видите как их порвало на кусочки тут порвало на кусочки видимо у нас будет какой-то механический механический кризис конца игры да как-то прямо плохо ядро промышленного производства машинный разум так и о какой здоровый паук они еще дружатся мирятся между собой вот это да у нас какое-то время назад закончилась последняя война и у нас в связи с этим перемирия к сожалению я на кому-то что-то от нас надо секретарша нету все приходится делать самостоятельно так аварская технократия прямо просто бесконечная она бесконечная никак не удается их задавить мы копим влияние во первых во вторых мы разбираемся с нашими новыми планетами мы даже еще не назвали до делаем из них мир и улья и ждем ждем когда у нас будет окончено перемирие чтобы опять могли напасть закрытие границ есть наконец-то так нет это нам границ закрыли уже некуда ну даже не подраться даже понимаете локтический совет объявил вето какое запретить торговлю рабами органиками наберут по объявлениям а вот я кстати я против рабства я не не против геноцида но против рабства даже не геноцид просто питание пчелкам нужно кушать в общем да сейчас я опять закрываю энциклопедию цветов будем называть планеты у нас их два две планеты которые надо как как-то назвать назвать сейчас нет норм насколько такой здорово что даже два паста стражей не справляется или они плохо стараются плохо стараются вот так лучше так анимон я думаю что хорошее название анимон у нас уже тут такое количество разных видов цветов что я никогда в жизни их столько не даже название нет я слышала название многие конечно но я не представляю как половина с них выглядит так это мы сливаем просто сливаю сюда энергию получаем дорогие тычинки а ты у нас дружочек будешь называться гвоздика о странно такое популярное гвоздика тебя мы тоже терра формируем в мир улья тут у нас все в общем то хорошо вполне себе послушно умирают отправляются на нашу тарелки соперничество ой да конечно мы являем соперничество естественно что наконец-то это больше больше есть не просто влияние нам очень нужен но влияние нам вот я хочу перед следующей войной вот эти вот заполнить 4 чтобы мы могли прям захватить целую ветку но конечно такие такие малютки малышки прямо захватывать их как-то неприлично хочется прямо все захватить разом на похоже не получится тем более не все в советах даже не какого-то одного видите они все в федерациях отбитую какую-нибудь от стаи одинокую не получится получится отбить и полностью захватить как-то сожалению так давайте посмотрим что у нас тут сейчас у нас голосовать за принятие значительные следовательские санкции так мы вроде за правильно нам нужно противника все дальше и дальше а вот исследование каких-то супер мер отодвигать у у у нас видите тут еще 39 доступных видов деятельности так что мы поэтому не трогаем не строим подряд так это нужно конечно же все улучшить и давайте поглянем как там поживает наша мега вверх мега вверх требует десять тысяч сплав почти кто вообще такой а у шипс обвинем тиянки а это тиянки ладно у нас с ними одинаковые практически какие лапочки космические медузы мы с ними друзья такие здесь выше есть у нас так вместе мы схватили в принципе вот у нас два крупных таких флота хороших можем реально воевать на на две стороны и даже на три хочу убить воркскую цивилизацию хочу 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 вот прям полностью истребитесь есть а то у нас пока что на счету всего лишь одна истребленная полностью цивилизация это мало какие же мы вообще какой же мы невестный рой если сожрали всего лишь одну цивилизацию полностью мне кажется мне кажется это плохо мало чтобы нам такое построим парочку хризантемия сирень вот мы прямо полностью стираем тот факт что на этих каких-то планетах жил кто-то до нас на галактику обрушился космический шторм в нескольких районах галактики были зарегистрированы спонтанные подпространственные возмущения по предварительным отчетам это беспрецедентное явление затормало чуть меньше 50 процентов звездных систем ученые выдвинули теорию согласно которой нестабильность может быть вызвана перегрузка герпир пространственных маршрутов вследствие их активной эксплуатации согласно прогнозам этот космический шторм уляжется примерно 5 или 10 лет нас через 5 или 10 лет но до тех пор он может непредсказуемо мешать работы субситовых двигателей генераторов щитов и сенсорных систем в пораженных звездных скоплениях назвали его дурим знаете что-то у меня как-то нехорошее ощущение если честно что все это неспроста что все это совсем неспроста и это приближается уже что-то плохое продолжаем продолжаем есть у нас постоянная база да есть приписываем вот хорошо вверх а в верфи у нас две мега верфь и верфь не светили они нам закрывают границы что вы нам закрываете границы да потому что перемирие закончено ха-ха нам нужно влияние давайте-ка мы поищем здесь так творцы, кураторы, торговцы, торговцы, мародерские кланы ммм феодальные государства, племенные государства вот мне кажется нету никого кто мог бы нам так памятник нам не нужен кураторы может быть вы можете нам как-то рассказать тайны вселенных так совместный мозговый центр но у нас уже он есть нет влияния вот максимум этот 11 с половиной видимо мы не можем просто объявлять соперниками тех кто нас хуже тех кто нас нас меньше к сожалению 60 нам нужно сколько сейчас посмотрим так воркская технократия воркскую технократию если они ни с кем не в союзе и даже если в союзе если они не феодалы мы теоретически ой 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 5-10 лет говорите воркскую технократию в общем мы можем взять если они они подданы что что будешь делать так династики унионов они подданы где вы династики как-то вам тут невесело я смотрю интересно могу я вот эти притязаний все отменить и получить обратно нет не могу с этими там не особо даже говорить не о чем но могу отщипнуть немножечко от них прям всем капельку наверное да будем с ними воевать потому что я хочу вот эту вот эту технократию да давайте подождать немножко не подождать нет наверно не буду я ждать все где вы там идите сюда хочу все захватить притязание объявить войну до паузу ставим как это кто сразу кто ах ты ж зараза они тут мимо нас плавали летали точнее ну ну мой дракон мы встретим ничего это интересно они тут перемещались через меня пользовались просто тем что у нас было перемирие мы были обязаны открыть им свои границы где они все так а где они все все знаете что на самом деле мы вот так все таки отправимся сюда я так я что их не вижу возможно они куда-то прилетели и разбились а какой-то наш какую-то нашу базу мало ли что всякое бывает тем не менее так основной флот мы идем с ним флотом на воркскую вспомогательным мы идем вот сюда вот ой как у нас тут сложно все а через альваро отойдем ха ха так там ладно все 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 наши города я вот сейчас пролистил и прямо сектором скрываю чтобы они не мешали не отвлекали во время войны я конечно настолько не серьезная война вот они все а вот они ладно основной флот полетит за ними инопланетное мега сооружения панакон взяли себе трудную задачу по строительству научного комплекса исследовательского институт настолько технически передового что он может президент стоящую революцию в процессе научных исследований ну чтобы они провалились скажем мы так как мы типа не любим всех нам это не нужно нам просто некуда девать науку совершенно не выливать на у нас даже есть целые планеты честно посвящена исключительно науки сейчас я даже вам покажу вот лилия видите тоже можно теоретически заменить видите просто исключительно наукой занимаются так что мы не переживаем а вы шипс обе ним придется вот во время этого шторма конечно воевать ничего не поделаешь так приняли мы значительные следовательские санкции ну и ладно нам вообще честно не горячо не холодно от этого мы подбираемся плане планета наверное имела бы смысл конечно сперва подвести войска но нет большей разницы у нас просто война но настолько легкая сейчас нам предстоит что я думаю не имеет смысла как-то нам еще дополнительно облегчать мы затратим какое-то время мы на то чтобы добраться надо бы наверно врат по настрой по настроить что ли чтобы вот как-то это все было порезче мы думаем что дракона мы все-таки вот сюда направим ну вот они до сюда мне кажется летят до врат потом потом он будет уже уже как бы нечем заняться и так ты догоняем и догоняем хорошо но через эти врата не пройдут у нас тут очень много всего защищает у них всего лишь а 50000 все точно ладно может быть пройдут 50000 55 защита а колокольчик колокольчик окей как там у нас поживает кучи колокольчик у нас свеженькая планета хотя горит гарнизон все равно почти 800 как-то мы мимо проскочили 1 догоним потом разберемся о но мы на месте все пошли сейчас тут все завоевывать мы неужели пройдут 23 тысячи у нас 34 смотрите это просто просто скопище из различных орбитальных станций сейчас мы еще тут вот это интересная битва сейчас начнется они видимо не ожидали они кстати взяли базу ну ненадолго все основной флот давай ты очищаешь вот это тоже а то мы по завоеванному получим так что защищать защищаем зачищаем закон дракон движется медленно но верно не знаю повлияют и по моему не повлияют вот эти поздние притязания и до верфи ядро мы построили молодцы молодцы у нас типа пиратство просто процветает у нас нету просто у нас нет объема торговли вообще поэтому нам не страшно вы знаете не знаем они не наш разум еще 10 тысяч нам нужно для того чтобы сделать уже прямо в него вер окончательно давайте-ка купим наверное мы смотрим флот очистил прекрасно ты умничка ты умничка такой умничка что пойдешь сейчас вот сюда вот тут у нас война страшная большая война кстати транспортников сюда отправляем все теперь у нас основная проблема исключительно размер размер галактики огромный в этом нам если помогут помочь строители наши как-то расставили более-менее близко врата но все врата но если по честному надо охранять по идее космическими базами чтобы не шлялись всякие там как как вот эта база где еще у нас есть научный корабль давайте-ка мы раскопками займемся с кем-то сражаемся с кем-то копеечном сражаемся ладно хартия прав рабочих и дипломатический вес от поселения плюс 20 процентов рабочие счастья да ну конечно же за у нас рабочие просто море я не знаю сочетаются ли наши дроны чернорабочие вообще рабочими он наконец у нас дракон добрался такой маленький кусочек да это это не они а вот шипс кабинем ворота наверно нужно строить где-то на границе с нашими врагами то есть в любом случае у нас тут будет стоять какая-то база которая охраняет это здесь у нас база здесь стоит да чуть-чуть типа на выдали в отдалении но имеет смысл просто чтобы быстро собирать чтобы могли через любые врата быстро попасть и тут у нас сейчас просто получится такая зачистка всего и вся просто чтобы набрать баллов дополнительно потому что на самом деле мы а статус кого во третье уже уже можем это забрать планеты мы тут брать не будем никакие потому что нам все равно не отдадут а вот транспортная армия сейчас здесь займется и полетит вот сюда вот тоже есть один как раз от ворской цивилизации все смотрите все дракон сделал свое дело это территория наша но бьет тут поохраняет эту территорию так завершение вторжения прекрасно теперь летим вот сюда как дела у нашего фото ну почти нам туда надо в естественную червоточину воткнуться нужную не так-то просто вот это оккупированная территория все ведь хорошему нам бы биологической нации выступить против вот этих вот механических захватчиков а мы только хотим бушить почти добрались великая битва со строительным кораблем очень быстро закончится великой битва со строительным кораблем очень быстро ну добрались почти же добрались ребятушки скорость очень быстро максимальная ну-ка они смотрите прямо бьются вчетвером против меня одного подозрительность можем наверное подружиться хотя ну-ка поборники геноцида ну как обычно ксенофаги закрыли границы так то интересно они экспериментировали это мы не экспериментировали с какими-то роботами и у них вылезли вот эти вот красавчики не уследили или это прям какой-то совсем уж пробуждение пробуждение так это prime 13000 ну прямо несерьезно мы тут летим в черевоточину летим летим сопротивление посильнее немножко чем обычно прекрасно прекрасно идем дальше так строители я думаю что нам нужно смело тут застраивать все и так транспортники идут сюда давайте идите сюда как там далеко приди придется ждать ну чё такая планетка крупненькая столица а ну подожди логично что столица государства это же вообще единственная их планета единственная это все из-за нас они вот такие вот отщепенцы что мы их кусаем кусаем но они первым у нас полезли честно мы мы не причем мы лапочки они начали на нашу территорию куда претендовать о прекрасно реликтовые рельсы наши раскопки почти сразу раскрыли новые туннели и оборудование гораздо более сложной конструкции шелые рельсы и шпалы почти не пострадали от времени и лежат в окружении множество артефактов и древнего хлама между грудь мусора мы нашли покрытые оксидной пленкой детали двигателя и сигнального снаряжения совсем как наших собственных депо каждый предмет покрывают сложные геометрические узоры которые подчеркивают что эти детали создавались не только с гордостью но и с любовью к искусству продолжаем копать найдены три малых артефакта и это значит что мы можем можем восстановить вот это наш нет нет там у нас есть другое мега сооружение ищем 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 вот она до художественная мега композиция можем сделать ее совершенством все потратили все что было так новый адмирал у нас пришел ну ладно ну и прекрасно стало слишком много денег кстати а мы тут вообще-то с другой стороны выросли мы можем здесь их начать атаковать это это прекрасно ладно флот работаем 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 что так нам чтобы статус кво мы получим одну планету нам надо две и десять систем раскопки в ходе раскопок узкого технического тоннеля мы обнаружили тело давно мертвого репсилоида все видимости погибшего под завалами около 800 лет назад его нахождение там оставалось загадкой ровно до тех пор пока мы не провели осмотр имеющегося у него оружие технология необходимая для создания украшающего в маленький ручной щит клинков не просто уступает нашей она также отличается от той которую использовали строители железных дорог так как и мы этот щитоносец прибыл сюда с другой планеты и также проводил алхеологические раскопки пока его жизнь не оборвала обрушение сводов тоннеля продолжаем хранилище чего у нас там опять слишком слишком много денег надо срочно тратить поэтому давайте-ка мы вот возьмем какие планеты у нас тут новенькие свеженькие и посмотрим кто еще не терраформирован так терраформирован терраформирован во вас 10 тысяч возможность и все а все остальное терраформировано все деньги девать некуда некуда мы сейчас ждем только транспортников они ужас как далеко летят по мере приближения корабля основной флот дронов к черной дыре экипаж обнаруживает что они здесь не одни на крыль горизонта событий парить нечто отражая свет звезд затягиваемых в звездную зияющую дыру гигантская конструкция в виде идеальной сферы никаких сигналов оттуда не поступает и наши сигналы остаются без ответа она просто висит на крыль бездны и ждет так цепочка событий техносфера сейчас набезмолвствует новость о встрече с космическим объектом гигантских размеров распространилась по всему государству небесный рой вряд ли объект имеет биологическую природу но само его существование меняет взгляд на возможности технологии и мегапроектирования висит такой вот висит продолжаем прям захватывает планету за планетой можем могут вам убить войну потому что мы вас не не любим нет так 200 стоимость но многовато не будем пока трогать все-все-все-все-все подряд изучаем шторм рассеивается ну и славно мегаверфь запущена ачивка получена почему-то здесь они обычно нас это стороны получит получают получается появляется мегаверфь мега сооружения 40 вход в месяц не знаю прекрасно шикарно скорость 300 кораблей плюс 100 и на верфи этой мы можем строить джиггернаут вау а давайте-ка построим джиггернаут я думаю найдем куда его приткнуть потом так что у нас тут мы тут просто просто летаем просто летаем никого не трогаем ждем транспортную а нет воюем ждем транспортную флотилию она у нас надеюсь подходит вообще не подходит очень медленно летает щитоносец заметки щитоносца привели нас к электрической подстанции которая когда-то обслуживала это депо скорее всего одна из ранних археологических экспедиций нарушила герметичность всего этого комплекса к счастью для нас большая часть предметов в нем хорошо сохранилась покрытые пули короба с проводами уходят под потолок окружает дюжина мониторов а рядом с одним из них мы обнаружили остаточные следы другой расы разумных существ в отчетах экспедиции щитоносца упоминается группа мертвых техников моллюскоидов прижавшихся друг к другу в поисках защиты или тепла они также описывают две попытки восстановить подачу энергии с помощью примитивных инструментов которые уступают нашим во всех отношениях быть может мы сможем закончить начатое тем самым существенно упростив ход раскопок продолжаем копать так тут у нас что тут у нас народ ассоциации федерации и прочее мы как всегда так с ними мы типа не воюем понятно захватывать их типа не можем ладно мы ничего сделать не можем так эти ребятки все перегородили нам тут придется и с ними воевать тоже так древняя подстанция поразила нас своей сложностью мы подали на нее напряжение с помощью портативного фазового генератора но последовавшая за этим вспышка активности привела к обрушению части тысячелетнего транспортного узла к счастью наш отряд археологов понял что происходит и успел добежать до укрытия когда пыль осела они обнаружили что часть ранее доступных областей оказалась погребена но вместо них открылись новые тоннели добавлена подсказка статус-кво еще транспортника дождаться и все так люди стали ксенофилами как удивительно так где мы а мы вот там и вот а мы вот а мы сюда видимо будем тут сидеть просто и охранять как бы так их ускорить транспортники очень медленно перемещаются конечно просто беда сразу высадить скажем все строится все прекрасно 55 рабочих мест 38 видов деятельности у нас прямо не хотят как-то они рождаться у нас производство единиц все еще идет а вот здесь вот у нас по-моему я прекратила производство но надо бы наверное вернуть о прекрасно наша случайная перепланировка тоннеля открыла ранее недоступный склад высеченный в камне под сводом естественной пещеры почти все помещения в нем оказались пустые опечатаны за исключением одного открыв двери мы обнаружили останки еще нескольких представителей расы щитоносца которые вели сюда в поисках припасов и пали жертвами охранных систем тысячу лет стоящих без дела согласно записям журнале группы этот мобильный экспедиционный отряд форум финн рунир прибыл на планету мимоза в поисках в рамках программы исследования обитаемых миров они не рассчитывали найти здесь развалины так как их не интересовала археология они предпочти не приступить к раскопкам а разграбить тоннели те кто погиб от истощения на запертом складе описали нисколько не стесняясь выражениях что они думают о своих товарищей доставивших грузы на транспортный корабль и бросивших их здесь наши ученые подтвердили что на складе много древних машин но практически не осталось и дети способных рассказать нам что-нибудь еще о загадочных строительных железных дорог и там у нас 10 малых артефактов все это было последнее видите у нас техносфера единственное что открыто остальное все закрыто ну что мы ждем нет надо все это скрывать надо какую-то сложность что ли побольше ставить в следующий раз как-то мне на норме очень скучно ну мы явно их больше даже да у них 104 они тут типа караулят нас видите ли давайте почти же почти долетели о мы на планете мы воюем мы захватываем да статус-кво сейчас захватим и пойдем опять на мир все есть статус-кво мы получаем две планеты и 11 систем теоретически типа даже не сохранишься и не загрузишься потом если они нам не отдадут вот эти вот планеты на которые мы выдвинули притязание поздравляю что не отдадут в прошлый раз даже не отдавали так пока мы примем такой итог да только те на которые были притязание все экспроприация больше не может служить для нас поводом к войне с государством так мы поняли у нас что был с ней такой повод а это еще что такое тут да вы издеваетесь тут была планета все это время все я какая-то супер слепая я который раз уже не могу добить этих несчастных прямо я не знаю что делать с этим мете дело в том что они они пишут что отдадут такое-то количество отдают в итоге меньше это свинство будем их кусать за юг наверное или нет ну и нафиг этот юг будем кусать за север так это все отставить отставить вот это ладно берем тут какая-то супер странная штука висит нам она интересна а вот тут вот нет мы кусаем за север шестьдесят 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 да все дальше мы упираемся вот этих фиолетовых друзей и как бы окей все я прямо не знаю они реально они сидят теперь на одной на одном кусочке территории на вот одной планете и будут так сидеть пока мы до них не долетим так ну что давайте назовем это ирис о мы получили сигнал его источником является массивная методическая сфера которую мы встретили ранее до этого она игнорировала наши попытки наладить контакт а теперь излучает маритмические импульсы радиоволн в сторону черной дыры на орбите которой она находится наши ученые понятия не имеют что она делает но возможно этот сигнал даст им возможность проникнуть в сферу да давайте контакт со сферой нам нужен ученый давай вперед так как у нас сейчас типа мирные переговоры он может это сделать потому что у нас открыты границы так слишком много денег и ничего я с этим не поделаю о новый ход к войне как вак монополе экспоприации делаю нету таких а больше не может вот вот так вот так вот они на секундочку дали эту возможность и сразу отменили ну ладно у нас кстати куда то пропал корабль целый флот точнее куда то исчез пропавший в бою с кем то интересно он там дрался таким ну ладно думаю на этом мы закончим ах я расстроена да закончим не забывайте ставить лайк и писать комментарии и до встречи в следующих видео пока пока пока